Привет! Ну, наконец-то я, значит, все-таки решил сделать видео про кубик 4х4. Очень много людей просили меня это сделать, и я, наконец, решился это сделать, потому что, естественно, как и раньше, я всегда говорил, мои формулы не оптимизированы, и они очень длинные, так сказать, для скоростной сборки они не годятся, но зато эти алгоритмы позволяют как можно меньше заучивать. То есть, практически те паритеты, которые возникают на этом кубе, можно решить при помощи совершенно примитивных способов, не заучивая ничего. Порядок сборки будет довольно-таки простой. То есть, сначала собираются центры, потом ребра, 12 ребер. После этого мы собираем этот куб как 3х3, но только как в дополнениях, о которых я уже говорил, в дополнениях к решению кубика 3х3. Мы сначала собираем только боковые, только ребра. Мы не ставим, не занимаемся углами вообще. Там возникает один паритет, мы его решаем. После этого мы занимаемся углами. Мы пытаемся собрать углы. Если паритета нет, то все в порядке. Если паритет есть, тогда при помощи очень простых формул мы решаем паритет углов. Так что, мне кажется, что у меня ушло очень много времени на это, на то, чтобы все-таки формализовать как бы то, что в моей голове было. Поскольку я, так сказать, не пользовался никакими инструкциями, все это сделал абсолютно сам. Ушло много времени, поэтому я еще раз извиняюсь, что такая была большая задержка до того, как я снял кубик 4х4. Ну, вот, наконец-то, у меня это получилось. И я надеюсь, что те из вас, которые любят упрощенные алгоритмы, тем это понравится. Вот. Ну, поехали. Удачи! Так, ну, начнем. Первая идея, которая есть в кубике 4х4, это... У него нет центров. У него есть центры, состоящие из четырех квадратиков, которые плоские. Поэтому нам надо будет самим понимать, как располагать стороны относительно друг друга. В принципе, мы можем, так сказать, взять какой-нибудь кубик 3х3 и держать его здесь в виде ориентиры, тогда мы можем понимать, что зеленый и оранжевый должны быть снизу от белого, справа зеленый, слева оранжевый. Вот. Это может помочь. Ну, пусть будет. Значит, ну, попробуем замесить и вперед. Ну, для начала соберем белую сторону, белый центр. То есть, собирается все совершенно элементарно, на интуитивном уровне. Как обычно говорят спидкуберы. Вот. Да. Теперь все, что мы собираем дальше, главное не разрушить то, что мы уже собрали. Вот, например, два зеленых вместе уже. Нам только надо подогнать третий. Для начала нам надо его повернуть вот так, чтобы он сошелся, спарился со вторым. И, в общем-то, и все. Переворачиваем сюда, и вот уже два центра есть. Да. Теперь надо оранжевый. Ну, оранжевый вообще сами пришли. То есть, в принципе, мы пока не смотрим, на какой стороне мы собираем что. Можно и сразу правильно их ставить, если у вас есть перед глазами вот этот. Если его нету, то тогда можно смотреть на угловые кубики. Например, вот здесь. В ситуации, когда нам, в принципе, оранжевый нужен вот здесь бы хорошо иметь. Правильно? Потому что зеленый здесь. Вот. Но если у вас так не получилось, я вам покажу потом формулу, как можно их поменять местами очень быстро. Вот, в данном случае, например, у нас зеленый уже собран. Мы не хотим его разрушать. У нас есть два оранжевых здесь и здесь. Уже спаренные, да. Значит, для этого мы не можем оранжевый поставить сюда напрямую, потому что зеленый уходит. Значит, все, что нам нужно сделать, это оранжевый поставить в такое положение, чтобы вот отсюда он мог прийти сюда. Вот это сделать несложно, потому что мы можем вот так его сюда подвинуть, развернуть вот так и вернуть оранжевый. И тогда у нас, получается, здесь собрано, и этот тоже на месте. Вот. Ну, продолжим. Значит, коричневый, да. Значит, в смысле красный. Вот этот надо сначала спарить, как бы, да. А теперь нам надо вот этот вот красный сюда. Ну, значит, так мы опять не будем делать. Мы подогоним в другую сторону, развернем и обратно, да. Ну и все, и осталось только вот здесь. Здесь может быть несколько вариантов, но они все довольно примитивны. То есть, наша задача взять одну, например, синий-желтый. Здесь тоже должен быть синий-желтый. Наша задача сделать так, чтобы либо вырубить эту парочку, либо эту парочку. Например, вот эта парочка и вот эта стоят друг напротив друга, поэтому они легко получаются две пары, да. И вот таким образом вот мы ставим это на место. Теперь вот мы поняли, что у нас все вообще тут стоит неправильно. Мы могли бы, конечно, изначально собирать все правильно, но вот если у нас... Я просто специально собрал неправильно, чтобы показать, что делать, если у вас стороны стоят неправильно. Значит, желтый должен быть здесь, да. Ну, давайте поставим желтый сюда, например, на место синий. Поменять их местами надо, желтый и синий. Значит, что мы делаем? Мы делаем то же самое. Желтый, вот эту пару мы загоняем сюда, а эту пару мы загоняем сюда. Чтобы загнать эту пару сюда, надо сделать два дела. Надо повернуть так, потом развернуть и вернуть на место, так. Вот они, эти два легко поменялись местами. Теперь надо вот эти два поменять местами. Поворачиваем этот, разворачиваем на 180 и возвращаем на место. Вот эти два тоже поменялись местами, вот, собственно. И дальше, если у вас, допустим, нет, три на три, да, допустим, его нету, тогда можно подогнать какой-нибудь угловой кубик, посмотреть, как, и вы не помните, например, как они должны стоять. Значит, можно подогнать какой-нибудь боковой кубик. Например, вот этот сюда, и вам сразу понятно, что вот этот здесь не должен быть, потому что зеленый должен быть здесь, белый здесь, а здесь должен быть. Вот этот самый красный. А оранжевый, естественно, должен быть здесь, потому что нам уже, в принципе, хорошо собралось, у нас должен быть Синий напротив зеленого, оранжевый напротив красного, да, и желтый напротив белого. То есть, все, что нам осталось, это поменять вот эти два местами. Вот этот и вот этот, например, да. Значит, это делается еще проще. Застаточно повернуть на 180 градусов. А теперь мы разворачиваем обе стороны. Вот эту сторону, не собранную, разворачиваем на 180, и вот эту не собранную разворачиваем на 180. Теперь мы убираем этот разворот, который мы делали изначально, и готово. Так сказать, синий. Вот, можно, например, вот этим при помощи этого кубика проверить, да. Вот мы его вот сюда задвинем, и вот нам сразу видно, что зеленый и красный на месте, и белый, да. Вот, и у нас по-прежнему зеленый напротив синего, а красный напротив оранжевого. И желтый на месте, как бы. Вот, и с центрами у нас, в общем-то, все. Так. Ну, для начала хватит.